Принадлежности для клизмения Клизмение я провожу в туалете Вы посмотрите, высота не такая уж большая В целом составляет от пола грелка Подвешена у меня На высоте где-то метр семьдесят Самое важное это наконечник Наконечник у меня вот такой Главное, чтобы отверстие наконечники Вот оно, отверстие наконечники Было достаточно большим, чтобы вода вытекала без всяких затруднений Сперва набирайте воды где-то литра полтора Не больше То есть первые клизмы Они, как правило, будут болезненные Расширяет толстый кишечник Все это дело непривычно А после того, как войдет в норму Вы привыкнете Тогда будете по два литра Состав На литр воды Столовую ложку соли Все это размешивайте И используйте Первый день голодания Я Нарочно встал в первый день Чтобы Запечатлеть Исходные Данные С тем, насколько В процессе голода Уйдет вес И где он уйдет То есть важно, чтобы Была вся фигура целиком Клечевой пояс Живот Ноги Спина И эта исходная картинка послужит нам Для того, чтобы сравнить Что, где уходит Как вообще идет голод Сколько дней понадобится Чтобы Пуза стало меньше Или еще что-нибудь Я Немножко расскажу о голоде Для того, чтобы ввести в курс дела Очень важно Первоначально Это настроиться Так как во время голода Начнет Проявляться аллергичное Эмоциональное состояние Отрицательное Человеку становится Плохо Больно Муторно То очень важно Иметь мотивацию И Настраивать себя так Что Чтобы Каждое Каждое Мгновение Жизни на голоде Воспринималось Совершенно иначе То есть Это Должно напоминать Такую эйфорию Когда человек Доверил себя В руки Природы И она Начала С ним работать То есть Очищать Убирать все лишнее Лечить его И осознание Того Что человек Находится Вот на таком Целительном Процессе Должно его Возвышать А Не Угнетать Вот это Очень важно Понимать И если человек Это понимает И старается Сознательно Вызывать Положительные Эмоции Радостные Эмоции Настраиваться На каждое Мгновение Голода То тогда Голод Дает Великолепные Результаты В противном Случае Процедура Голода Становится Очень тяжелой Отталкивающей И Возможно Даже Будет приносить Отрицательные Плоды Потому что Человек Пребывает В отрицательных Эмоциях Он В течение Допустим Там Двух Трех Суток И более Голода Пребывает В отрицательном Эмоциональном Состоянии Вот этого Не должно Быть В противном Случа Начинаются Серьезные Проблемы С последствиями Голодания Поэтому Радость Радость Открытость Любовь Настрой За то Что ваше тело Омолаживается Что вы Находитесь Под таким Интересным Целительным И духовным Потоком Должно вас Преследовать Во время Всего Голода Вот так И вошел Первый день Голода То есть Сегодня у нас 9 марта После праздника Я сделал Две Очистительные Клизмы По полтора Литра Каждая Во время Первой Вышло Очень Много Во время Второй Практически Особо Ничего Не вышло Вода Должна Быть Во время Клизмения Идеальная Температура 30 градусов Плюс Минус 3 То есть Либо 33 Диапазон Либо 27 То есть От 27 До 33 Вот это То что Надо В противном Случае Кишечник Если вода Более Холодная Будет Спазмироваться И Плохо Вода Будет Вливаться А во втором Случае Если Вода Будет Слишком Теплая То Никакого Тонуса Не будет Он такой Будет Расширенный И вода Будем Говорить Как Быстро Зальется Так Она Не удержится И быстро Вылится Вот и все Что я хотел Сказать По поводу Первого Дня Голодания То есть Предварительный Настрой У меня был Продолжительное Время То есть Я готовился Возможно Где-то Месяц А то и Полтора Мысленно Настраиваясь Как мне Провести Этот Голод На что Сделать Акцент И Получается Так Как Надо Месяц 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 его. То есть никогда не унывать. Да, будет тяжело, будет плохо, будет интоксикация. Во время интоксикации помогайте себе. Делайте вовремя клизму. Если клизму будете делать не вовремя, то то, что выделяется в толстый кишечник, начинает потихонечку всасываться в кровь и выбрасываться через носоглотку. То есть будут сопли. Поэтому как только начинают появляться сопли, это говорит о том, что у вас уже наполнен толстый кишечник, достаточным количеством шлака отошедших и пора его очистить с помощью клизмы. Если не хватает энергии, такое тоже бывает, просто устаете, то для этого желательно применять контрастные души. Применю контрастный душ, вода снимает и усталость как бы она ее смывает с тела и придает новые силы. Главное в этом деле не переусердствовать. Не так охлаждать организм, как вот резко взбадривать. То есть где-то примерно секунд 30-40 такая теплая, можно сказать, даже горячая струя душа прокатывается под тело. И потом в течение всего лишь 2-5 секунд такая прохладная, отчасти холодная. И опять. И вот таких контрастов сделайте 3-5 и почувствуйте, что вы совсем по-другому себя чувствуете. Появляются силы. Когда возникают проблемы с сердцебиением, тоже такое бывает, сердце бухает, идет перестройка. Как правило, когда на голоде идет перестройка, для того, чтобы перейти на новое функционирование без пищи. Это тоже выражается в таком вот, такой нагрузке специфически на организм. Можно помогать. Как помогать? Для этого делайте, заранее заготавливайте урину свою собственную. Можно ее упарить, можно просто старую, состарившуюся. И ею смазывайте все тело. После того, как смазали все тело, дали там ей впитаться, душ без мыла, ополаскивайтесь. И почувствуйте, что сердце начинает работать совсем по-другому. То есть, поддержка сердцу. Перестойка организма на первых сутках, вот у меня на вторые сутки была ночью. Происходит еще следующим образом. Болят и проножные мышцы. Вот там идет какая-то перестройка, которая помогает организму полноценно включиться на работу во время голода. То есть, об этом еще Войтович указывал. И вы с этим столкнетесь, когда будете голодать, по крайней мере, более трех суток. В данный момент у меня идут четвертые сутки. И очень важно на голоде это отвлечься от самого процесса голода, заняться каким-то делом. Тогда время полетит побыстрее. И вы будете и дело полезное делать. Очень важно гулять. То есть, лучше всего отвлечение это в виде какого-то такого умеренного физического труда. То есть, вы гуляете, одеваетесь потеплее. Потому что обмен веществ на голоде резко замедляется. Особенно после трех-четырех суток. И человек начинает мерзнуть. Чтобы этого не было, необходимо находиться в теплом помещении. Если будете гулять, одевайтесь потеплее. Сны на голоде. Сны на голоде бывают яркие в некотором отношении вещи. С разными такими картинами цветными, необычными. Допустим, если снятся змеи, животные, люди, какие-то существа, которые вам неприятны. Это указывает на то, что у вас имеется вот эта полевая паразитарная патология. И во время сна она вам показывается. И обычно она уходит. То ли змея там становится вялой какой-то такой, необычной. То ли там собака поджал хвост от вас, уходит. То ли люди от вас уходят. У каждого человека это все происходит по-разному. Вещи, сны о будущем, о успехе дел снятся следующим образом. Допустим, вот мне в этот голод приснилось, что я ловлю рыбу, поймал рыбу. Речка такая чистая, рыба такая цветная, удочка гнется. Ну, все такие переживания интересные. Ну, во время вчерашних третих суток я сделал еще очистительную клизму. То есть я делаю клизмы очистительные через день. Я просто знаю свой организм, что если каждый день делать, это несколько, ну, как бы в напряг идет мне, моему организму. А вот если через день как раз дается, так сказать, отдых организму, во время которого собираются какие-то там шлаки. Как раз они вот наполняются, их не так уж и много, этих шлаков. И тогда делайте очистительную клизму, как я указывал, на литр, ну, можно на 2 литра воды, столовую ложку поваренной соли и 2-3 капли раствора леволи. Вот такая очистительная клизма будет хорошо вам помогать. На голоде, так как голод вносит в организм сухость и холод, начинает во рту сохнуть. Ну, для этого полощите рот водой. Очень хорошо пить газированную воду во время голода. Но газированную воду можно выпить очень много. Если обычную воду пьешь, ее мало пьется. Некоторым, особенно лицам со слизистой конституцией, требуется довольно-таки мало пить. Им можно вообще голодать, не употребляя воду. А что касается лицам с ветреной конституцией, маленьким, худеньким, с маленькой прослойкой жира, они будут мерзнут во время голода, будут сильно сохнуть. Им обязательно надо будет применять и теплые ванны на голоде, и пить теплую воду. Подогревать это, как чуть ли не кипяток пить. Тогда у них будет легче. Голодать, конечно, им долго нельзя. Суток 5-7 раз, это так очень хороший будет для них голод. Если вы применяете урину на голоде, пьете, используете, нос промываете, на кожу наносите, ну, в основном, чтобы вы ее ощущали, то вы сразу заметите, что она становится резко кислая. Это говорит о том, что из организма начинают выходить соли. Усильно распоряются соли, шлаки выходят. Употребление внутрь, когда такая урина употребляется, она действует как солевое ослабительное. Ничего там назад не всосется. Насчет этого не переживайте, не беспокойтесь. Значит, по урине как раз можно судить, какие соли выходят, как они выходят. Вот резко кислые, аж чуть ли не кислота. Может быть, даже мочевой канал будет резать, такая она кислая будет на выходе. Это все нормальные явления, которые указывают на то, что идет, вернее, началась мощная расшлаковка организма, и она идет. Значит, по симптомам, когда вы стоите в кровати, если раньше что-то болело, у вас начинает это все болеть меньше, особенно связано с отложением солей, с тугоподвижностью сустава. Вы лучше начнете двигаться, без всякой боли. То есть суставчики начнут у вас совсем по-другому работать. Увеличение гибкости как раз и говорит о том, что начинает очищаться соединительная ткань. Главное, депо шлаков, солевых шлаков очищается от суставов. По языку вы можете судить, какие будут отходить шлаки через верхние дыхательные пути. Но в основном отходят шлаки следующие, как бы сказать, природы. Это ветреные, вначале самые такие, они серые, такие неприятные, будем говорить. Потом отходят желчные шлаки, язык будет желтый. А потом начинают отходить слизистые шлаки, они будут отходить очень долго. Вот посмотрите на мой язык. Я организм свой подготовил, до этого многими голоданиями и подготовил его в основном умственным настроем. И у меня не так выделяются вот первые два вида шлаков, как начинают больше выделяться, видите, белые. Белые, так, слизистые шлаки. Что важно еще сказать насчет голода? Это то, что от тела, особенно изо рта, начинает потихонечку идти неприятный запах. Это тоже нормальное явление, которое указывает на то, что, как бы сказать, старое отгнивает и выходит. Ну, с этим бороться просто. Чаще полощите рот. Вот как начинает он пересыхать, полощите рот. Пока что информация еще палась на эти четыре дня. Настанут новые дни. Появится и новая информация. Заканчиваются пятые сутки голода. Уже жизненная сила организма много сделала полезного дела. То есть начала отходить там и патологии. Обильно начали выделяться и шлаки. Для того, чтобы начали выделяться шлаки более-менее обильно, необходимо, конечно, время. Организм потихонечку, будем говорить, настраивается. Переходит на внутренние там резервы, на подключение питания из окружающей среды. И начинает, каждая клеточка выделять из себя шлаки. Включается сильно в работу желудочно-кишечный тракт, выделяется много. И сегодня я как раз делаю клизму. То есть я делаю клизму через день очистительную. Двух-литровую, теплую клизму пропускаю в воду, дополнительно через магнитотрон. Это вам продемонстрирую, как я готовлю воду для клизмы. Добавляю туда на литр столовую ложку с поваренной соли, раствор любовь, капель 5-10. И все это вводится. Если первая клизма была довольно-таки плохо, вода заходила, сейчас она просто туда так влилась аж бегом. О том, что выходят шлаки, вы можете посмотреть на моем языке. Видите, какой язык стал? Белый. То есть вот это вот слизистые шлаки выходят. Желудочно-кишечного тракта, с печени выходят желчные шлаки. Ну, самочувствие в целом у меня нормально. В основном благодаря тому, что я умственно перестроился во многом на голоде. То есть я не думаю о том, что я страдаю на голоде. Как-то там чувствую себя ущердно. Постоянно занят. На голоде очень важно чем-то себя занять. Лучше всего, конечно, таким умеренным физическим трудом, прогулками. Тогда очень хорошо все идет. В основном тружусь. Сейчас делаю компакт-диски с музыкой. Кстати, нашлась кассета. Я снимал 40-суточный голод. Там, что выходило с меня, вообще кошмар. Как я похудел, это не то, что там сейчас есть. Хотя, если так посмотреть, в основном у меня сказывается на лице. И у всех будет сказываться на лице. То есть глаза выпадают. Глаза выпадают там. Ну, а что касается жира тут на животе, то он будет уходить в последнюю очередь. Кстати, на голоде не столько уходит жир, сколько уходит мясо. Мясо, потом, потом уже жир. И после голода 40-суточного я не стремился, правда, к тому, чтобы потерять вес. Я набрал большую жировую правослойку, чем имел до этого. Вот это, я понял, своеобразная защитная функция организма на случай таких вот экстремальных голоданий. Я сам посмотрел свой этот голод 40-суточный. И вообще-то голод такой большой. И с массой тела не слишком большой. То есть есть просто массивные люди. Для них выдержать 40 суток и 60, это так плевое дело. А вот для средних людей, ну, чуть больше средней, там, комплектации, это уже духовный подвиг. Поэтому, в основном, когда сидишь и так вот настраиваешься на то, что ты вручил себя в руки Господу Богу, природным силам, жизнедателям и жизненной энергией. Сейчас ведут работу на таву, идет расшлаковка, различные патологии уходят, порча уходит. Кстати, вот я только что сказал, порча уходит и в потолке затрещала. Это не зря. Отходит на голоде, не любит она. То есть пост, голод, порча не любит. Она базируется или основывается, или прилипляется к человеку. За счет его эгоистических эмоций потребления. А когда эти эмоции не подкрепляются, она начинает бежать, бежать. Аж пятки сверкают, как она убегает. Особенно на снах вы будете все это хорошо видеть. Что от вас ушло, какие змеи пошли, собаки, люди и так далее, и тому подобное. Потихонечку растет и гибкость. Это говорит о том, что отсоединительная ткань прошлаковывается. Ну, в целом все нормально. Я, говорит, доволен. Главное перейти вот этот вот первый рубеж 3-4 дня, когда организм перестраивается, когда идет сильная перестройка. А потом, как бы сказать, прорвав оборону, вы выходите в открытое пространство и уже действуете в тулу врага. Смело и решительно. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. То есть, заканчиваются шестые сутки. Они у меня заканчиваются в 6 вечера. И самочувствие нормальное, голодаем. То есть, я хочу подчеркнуть, что благодаря определенной тренированности и настрою голод становится просто нормальным обычным явлением. И вы себе не, как бы, не сбрасываете на то, что вы сейчас голодаете, надо вам в чем-то себя пощадить или там меньше сделать. Нет, все идет нормально, все как обычно. Просто вы не едите. Еще хочу сказать. Я вчера встречался со своим знакомым. Мы с ним вместе начинали оздоравливаться. Ну, нормально пошел. И экзема прошла, и другие болячки прошли. Но ошибка заключается в том, что получив хорошие результаты, человек успокаивается. Года через два, через три все это бросает. И теперь он говорит, ты знаешь, Гена, прежние болячки не только что вернулись, а вернулись с удвоенной энергией. Я сразу вспоминаю высказывание Иисуса Христа, что когда человек выгнят из себя бесов, которые приносят болезни, патологию, они уходят. И через некоторое время они возвращаются назад. Как вы посмотрите, пустой ли там еще дом, можно в него войти, то есть тело человека. При этом они берут еще с собой бесов, еще гораздо сильнейших. И если человек расслабился, если человек ничего не делает в этом направлении, чтобы закрепить свой успех и поддерживать его, то все болячки возвращаются так же, как они и уходили. Они возвращаются еще быстрее. Это еще связано с тем, что человек не проработал свои черты характера. Вот если полный проработал, он тогда перестал бы раздражаться, перестал бы там где-то объедаться, перестал бы еще каким-нибудь там лентяйством заниматься. И такая вещь всех подминает под себя. Вот тогда другое дело. Вот в связи с этой мне нравится полный брех тем, что ничего сложного нет в самоздоровлении. Голодай регулярно 4 раза в год, по 7-10 дней. Да это нормально вообще. Ну, что-то держит. А что-то держит, это как раз полевой паразит, который мы думаем, что это наша черта характера и так далее. На самом деле он как раз паразитируется на ней. Вот. Питайся правильно. То есть поддерживай себя. И все будет нормально. Ну, это вот большинство не делает. А раз не делают, значит, такие результаты. Вот успех был, потом нет. И тогда люди стараются приложить к своему оздоровлению наименьшие усилия. Даже могут они и деньги заплатить. Но оказывается следующее. Я чем больше живу, тем больше смотрю на своих близких и окружающих и убеждаюсь в том, что пока человек не сделает своих личных усилий волевых, которые выгоняют полевую патологию с организма, с сознания, с поля, он ничего не получит. То есть таблеточки, укольчики, процедурочки, все это не работа со своим собственным сознанием. А раз нет работы со своим собственным сознанием, нет духовного прогресса, значит, корни информационно-энергетические остаются болезнью в организме человека. И как только человек вот эту корректировку лекарствами и прочим прекращает, все возвращается на круги своя, даже еще быстрее. И так постоянно. А тут медицина и ловит таких людей, вроде нас с вами. Ну, то есть самодисциплина. Самодисциплина. И тогда будет все получаться. Что бы я хотел еще отметить, это может, в связи с тем, что выделяется шлак из организма, слегка подниматься температура. Это тоже нормальное явление. В этот уже день, вот на пятый, там шестые сутки, и далее, естественно, начнется как бы, организм не слабеет, а он расслабляется. И поле не будет успевать за телом. То есть, возможно, вот эти головокружения, когда человек резко встает, то есть поле отрывается. И голова оказывается вне поля, и выпадает из регулирующих его влияний. Как бы это вот в оморок, там, ну, будем говорить, как бы потери сознания. Не бойтесь этого. Просто плавненько вставайте, это все нормальное явление. На голоде, значит, тело и в наше сознание, или поле, начинают хорошо отделяться друг от друга. Поэтому будьте к этому готовы, не пугайтесь, следите. И вообще, вообще, не надо перегибать палку. Где-то вот голод 5-10 суток, ну, пусть 15. Это будет оптимальная вещь. Потому что у нас еще что происходит? Пищеварение потихонечку с желудочно-кишечного тракта уходит в клетки. Как сначала она была на стадии зародыша, когда яйцеклетка росла, это были клетки. Клетки сразу потребляли пищу. Потом создала систему распределения в виде крови, в виде межтканевой жидкости, межклеточной. Вот. Потом желудочно-кишечный тракт и так далее. То есть, вот целый прибамбас запустился для того, чтобы кормить клетки. Так вот, на голоде все идет к тому, что пищеварение опять уходит в клетки. Клетки поставлены в такие условия, чтобы кушать самостоятельно. Все, они начинают там перерабатывать, из себя выделять, все употреблять. И когда этот процесс слишком запускается, то на выходе появляются сложности такие, что процесс этот очень инертный. Он запускается как бы медленно. Пищеварение уходит вглубь организма, из желудочно-кишечного тракта к клеткам. А потом, наоборот, от клеток оно должно перейти к кишечному полостному. На это требуется время. И чем дольше человек голодал, тем различные там энергии он повозбуждал. Какие? Сухость, холод в организме. Их надо устранить в противном случае. Они не дадут полноценно перевариваться пищи. Вот эту цепочку всю запустить это довольно-таки сложный, довольно-таки длинный, кропотливый и очень тонко надо наблюдать за этим процессом. Тогда будет все получаться. Как правило, большинство людей не терпят это все, не любят. закончил голод, праздник, наемся, а тыщеварение не готово к этому. И оно становится, останавливается. Начинаются проблемы. Сильнейшее перевозбуждение обычно идет ветра и человек страдает не с вареньем и он если неправильно дальше себя поведет, не осознает это, а только это в моих книгах описано, то так у него расстроенное пищеварение может и остаться на всю оставшуюся жизнь. То есть это очень такое осторожное дело. А когда человек голодает вот такие сроки от трех до десяти дней, то все более-менее нормально возвращается. Так что ни в коем случае не жалейте себя. внутренне радуйтесь вот это радуйтесь радуйтесь жизни, радуйтесь вот этому процессу жизни, радуйтесь тому, что вы очищаетесь, радуйтесь тому, что жизненная сила над вами работает и у вас будут великолепные результаты. Все, все у вас работает. Вы даже почувствуете, как энергии возбуждаются, как они ведут целительную работу и будут великолепные результаты. Утро шестого дня. Идут шестые сутки. Все нормально. Прогуливаемся по свежему воздуху с утра. Через часик пойдем на выборы. Прогулки на свежем воздухе обязательно. Великолепная вещь. Особенно на голоде. Позволяет и отлечься, и получить силы. Кстати, многие говорят о том, как жить, как создавать жизненное пространство. Вот посмотрите, как я живу. Создал жизненное пространство. Мое кредо такое, дать земле отдохнуть. Нечего ее насиловать, чтобы ее пахать, баранить, бровить. Требовать от нее, чтобы она что-то родила, чтобы тут что-то вносить и так далее. Сад. Травка растет. Что вырастет, то вырастет. И этим пользуются. И стараться ее не бровить. В противном случае будет, как в Библии, и в поте лица своего будешь хлеб добывать свой. Больше надо переходить, как раньше было, к собирательству. Выросли. Выросли. Фрукты, овощи. Собрали, поели. Ну, не без того, что все остальное там. Посмотрите. Ну, я думаю, вам будет интересно. На то, как устроился автор голодающего. Записок голодающего. Посадил елочек. Давно. Это пересаживались. Еще со старого двора. Это общий вид моего дома. Это вид с крыльца гаража. Вот это вот часточек засажен мной. Молодым садом. Пониже вот часточек тоже садом засажен. Тут раньше дома были соседские. Сыпали уголь. Вот они, елочки, да? Вот она вообще маленькая елочка. Видите, растет. Бассейник был. Пришел, к сожалению, негодность. Елочка красавица. Кипарисы растут. Прямо перед входом в дом. Это еще от прошлых хозяев осталось. Вольер для собаки. И ко мне. Вот он супер собакин. Только, кажется, фамилия такая. Молоди. Вот средний сад. Молоденький. Тоже посаженный. Ничего здесь не было. Огороды. И соседи делали. Вот из сада огорода вид. На дом. Вот участок идет, 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 идет. А вот где вот этот круг? Раньше стоял наш дом. В нем мы прожили здесь, по-моему, 15 лет. Вот то, видите, огорожено, как клумба. Фундамент остался. Это была наша кухня. И общий вид на Рыгинку. Там за домами речка течет. Вот здесь я родился и живу. А это вид на сад. Момент цветения. Все цветет. Первое мая. Дверь. Собаки выросли. Жируют. Перед домом посажены кипарисы. Я ошибся. Фу, ты кипарисы. Можжевельник. Второй раз ошибся. Розы начали расти. Стеклопакеты. Окна. Сделал Ксиев, кабинеты. А вот он. Мой герб. Зарос уже. Ласточки кричат. Весна. Первое мая. Вид сада. И дом. Скоро все будет сделано. Клумбы будут все в цветах. Многие цветочки уже расцвели. Тюльпанчики цветут. Клумбочки. Это все благодаря моей жене. Она любит цветы. Ну а вот счастливая жизнь собак. Стигают, прыгают. Это Бобик. Рыженька, это моя жена. Вот так-то. Елочки растут. Ну вот садик второй, да. Ну и собаки. Играют охранники, то бишь. Даже алоэ высадили. Цветет. Пахнет. Поют соловьи. Вот так вот. Вот так вот. Вот он сад. Весь цвету. Груша. Груша. Вот так вот выйдешь в сад. Встанешь по саду, деревья цветут. Вид прекрасный на нашу балку, где мы живем. И на дом. Окошки я другие оставил. После того, как занялся оздоровлением и начал передавать свой опыт людям, опыт всемирных знаний по оздоровлению. Вот. Владыки даровали мне такой дом. Нижний этаж, это у меня спортзал. С другой стороны подвал, котельная. И с этой нижней стороны он выглядит таким высоким, большим. Летом сидим на этой лавочке по виноградам, отдыхаем. Вот там теперь еще ставим переносной бассейн. И еще плаваем. Но там особо не разгуляйся. У меня есть свой герб, который я установил на доме. Вот южная сторона дома. Евроокна. Хорошо. Более теплее, меньше пыли. И растут кипарисы. Нет, не кипарисы, а можжевельник. Кстати, ягодки у них сладенькие такие. Куча воробьев тут. Здесь растут розы, жена любит. За ними ухаживает. А это внутри дома, в зале. Кот пьет с бассейна. Тут у нас сонтанчика. Телевидом. Жена с сыном сидят. Камин. Петербургский кот Петя. Печь на кресле. На столе стоит тортик. С чайком. Я к этому стал уже равнодушен. Голод, есть голод. Вот только котик равнодушен. Да, котик. Окончены в седьмые сутки голода. Идет первый день восстановления. То есть, восьмой день. Первый день после голода. По внешним данным, вы можете посмотреть, где что слетело за семь суток. Что касается жировой массы, то она осталась так, как была. Слетела в основном масса на руках. На руках, то есть месяцу. Остальное все осталось так. Ну и четыреца несколько. Обострелись, глаза чуть болелись. Щеки стали меньше. Вот и все. И это нормально. Большего требовать от голода нельзя. Потому что за семь дней делается только такие вещи. Естественно, внутри прошло некоторое очищение. После того, как я покушал, примерно через час мёд, который я скушал, выживал желчегонный эффект. И дополнительно очистилась печень. Вот что выходит из печени и из восходящего отдела толстого кишечника. Очистилась. Соединительная ткань. Я стал несколько более гибче. Если раньше я руками не доставал в замок, то теперь я думаю, что это сделаю. Хотя бы так. Наступает время восстановления питания. При этом надо чётко понимать, что кушать надо сейчас очень будет осторожно. кушать качественные продукты, живые продукты и ни в коем случае не обедаться. Не хочется есть, значит, не кушайте. Как начинается, захотелось кушать, значит, немножечко покушать. Самые большие ошибки происходят тогда, когда человек, выйдя из голода, думает, ну всё, уже позади, начинает обедаться. И тут начинаются различные проблемы. Идут первые сутки выхода. Как я указывал, важно не переедать. Может очень хотеться кушать или на радостях. И человек переедает. Это одна из первых и главных ошибок. Что я лично ощущаю на эти сутки выхода? Появилась лёгкость. То есть исчезла расслабленность организма, которая была. На голоде. И теперь, как ручки, ножки, как заводные. Бегишь, тело лёгкое. Такое интересное. Сейчас я хочу с вами поговорить о важных вещах, от которых зависит успех голода. А именно, он в первую очередь зависит от собственной индивидуальной конституции голодающего. Люди в среднем делятся на три большие группы. Лица с индивидуальной конституцией ветра. Это такие худенькие люди. Они могут быть длинные люди. Руки у них такие узловатые. И худые. Прослойка жира, как правило, у них очень маленькая. Бывают люди желчные конституции, так, среднего сложения. Бывают люди слизистой конституцией, у них толстые такие кости, у них жир хорошо выражен везде. На животе, естественно, такие талии большие. Большая, широкая там грудь, руки, жирком, ноги такие, как тумбы. Лица круглые, щеки полные. Вот. И в зависимости от индивидуальной конституции и показаны сроки голода. Показано и как именно, в какой обстановке проводить голод. Лица с индивидуальной конституцией ветра, он сушит организм и вносит в него холод. По этой причине люди с ветреной конституцией, у которых и так организм от природы плохо держит воду и теплоту, очень сильно мерзнут. И у них, вместо того, чтобы процесс расшлаковки шел нормально, может наоборот, из-за холода и сухости все это спрессоваться. Толк от такого голодания будет весьма мал. Желчная конституция легче. У них хорошо выражены теплые признаки организма, то есть хороший обогрев, пищеварение, мощный такой обмен веществ. Для них это все легче. И им вот примерно для них и как раз написаны все вот эти вот книги по голоданию. То есть у них будут такие нормальные результаты. Лица со слизистой конституцией, они могут голодать очень долго. У них организм как бы берет влагу из окружающей среды сам собой. И поэтому подсушивание на голоде будет только вводить их в норму. По этой причине они будут себя чувствовать. Чем больше голодать, тем больше и лучше себя будут чувствовать. Поэтому им можно голодать очень много, пить очень мало. И они будут переносить лучше всего голод. А теперь поговорим о выходе с учетом индивидуальной конституции. на выходе возникают следующие проблемы. Так как голод внес сухость и холод в организм, эти параметры надо организму восстановить. У лицветренные конституции они восстанавливаются не так быстро, как бы хотелось. Плюс пищеварение ушло вглубь организма с желудочно-кишечного уровня на клеточный. Оно должно опять эти же стадии пройти. Вот по этой причине с ними и возникают проблемы. Особенно, когда человек переедает. А лица светлой конституции они к тому же и много веса теряют, гравитационной энергии. Им хочется восполнить ее. Поэтому они в первую очередь переедают. И наиболее часто проблемы на выходе с голода и вообще на голоде происходят с ними. поэтому лицам светлой конституции сразу после выхода из голода необходимо смазывать тело оливковым маслом, чтобы сухость исчезла, принимать теплые ванны, чтобы насытить организм теплом и кушать немножечко, понемножечку кушать, ни в коем случае не переедать. Пусть это будут там три-четыре приема пищи такие очень мелкие, особенно в первый день, во второй, в третий, четвертый. Тут еще следует такую вещь подчеркнуть. Все в природе связано с получением теплоты от природы. Все животные, особенно присмекающиеся, у них активность проявляется тогда, когда солнце высоко и очень тепло. Тогда они активны, хорошо переваривают пищу. Как только температура понижается, это же наблюдается и у рыб, все, они перестают питаться. Почему они это делают? Да потому, что они съеденное не могут переварить. У них не хватает энергии, они целиком зависят от энергии солнца. Так точно и человеческий организм, он хотя и он и автономен, но у лиц с индивидуальной конституцией ветра ее явно не хватает для нормального пищеварения. Особенно на первом этапе выхода из голода. И переедание ведет к тому, что пища не переваривается, просто-напросто там останавливается, начинается брожение, начинается гниение, начинаются проблемы с пищеварением и в целом со здоровьем. Значит, им надо быть крайне осторожным на выходе. Так как у них и плохо будет работать желудочно-кишечный тракт на поражение, я рекомендую им хотя бы через день делать очистительные клизмы. Это не обязательно может быть большая клизма, хотя бы уриновую клизму, грушу берут 100 граммов, наполняют ее свежей уриной и с утра делают. Она всасывается, разжижает и более-менее происходит естественное опорожнение. До тех пор, пока не налаживается свой стул. То есть это я все рассказываю для лиц с ветреной конституции. Тогда голод пойдет нормально. Значит, им надо нагреться, смазаться, увлажниться, пищу кушать потихонечку быть спокойным и потихонечку организм запускается, восстанавливается и появляется хороший эффект. Для лиц данной конституции желчи немножечко попроще только. У них сильно пищеварение от природы, поэтому все все вот эти этапы можно в таком режиме более, так сказать, мягком все это меньше обращать на то, чтобы обеспечить теплоту в организме. пищеварение но тем не менее необходимо следить за поражением кишечника, за смазыванием кожи оливковым маслом, то есть, чтобы эти параметры были достаточно внесены в организм теплота и влага. слизистой конституции у них проблемы могут быть из-за того, что не хватит пищеварительных способностей, все у них будем говорить вроде и влага есть, а вот теплоты нету, то есть им необходимо просто употреблять более теплую пищу и сухую, то есть больше жевать. Лесам слизистой светлой конституции необходимо более жидкую пищу постоянно, чтобы она в теплом и горячем виде употреблялась. Что касается пищи, продукты питания на выходе из голода очень важны, должны быть естественными, должны содержать живые ферменты внутри себя, это как правило допустим овощи, там фрукты, орехи, ну орехи это как бы не запустится сразу, но тем не менее. Кисломолочное, очень хороши соки, мед, ну мед немножко, кому подходит мед, кому не подходит, он употребление меда сразу не сказывается, он потихонечку возбуждает желчь в организме, поэтому передать его не стоит особенно лицам с желчной конституцией. Вот примерно круг продуктов, там можно отвары использовать, вот круг продуктов, насыщенных биологически активными веществами, которые рекомендуются всеми на выходе из голода. такие продукты, содержащие живые ферменты, способствуют самоперевариванию пищи, и пищеварение идет намного легче, нету тяжести в желудке, все совершается как бы самим собой, человек получает энергию и удовольствие от самого процесса выхода из голода, потому что сразу резко ощущается насколько организм восстанавливает свои силы, появляется легкость, вот эта гибкость, та, которая была приобретена на голоде, она продолжает еще некоторое время расти, то есть как бы получает новый организм. Так вот для того, чтобы этот организм и ощущение этой молодости и свежести продолжалось, необходимо закрепить результаты питания. Полезны в это время и водные процедуры, опять-таки лучше всего контрастные, простые холодные такие обливания, они, конечно, подходят для лиц с выраженной желчной конституцией, у которых сильные теплотворные способности, они как бы их стимулируют, а вот ветреные слизистые, они могут этих лиц охлаждать и тем самым как бы тушить пищеварительный огонь и на выходе из голода могут нормальный процесс выхода извратить. В заключении этой лиц я еще раз обращу ваше внимание на следующее. Голодание без учета индивидуальной конституции, особенности его проведения в теплом или прохладном месте, какие процедуры проводить, и особенно выход создает массу проблем, потому что книги написаны в основном людьми теми, у которых индивидуальная конституция наиболее предрасположена для голода. Они, выполняя голод, получают великолепные результаты. Для других, чтобы этого добиться, все надо делать с учетом собственной индивидуальной конституции. А так как индивидуальные конституции смешаны, это я так три выделил, у кого-то преобладает больше ветра, у кого-то преобладает больше желчи, у кого-то там слизи или воборот, то на голоде вот этот принцип, особенно ветра, у кого он чрезмерно выражен, или имеется, но пока до голода был скрыт, на голоде он будет сильно возбуждаться. И это будет продолжаться на выходе из голодания, и если неправильно действовать, вовремя его не привести в норму, то есть не устранить сухость и холод, внесенный голодом в организм, у человека возникнут проблемы в первую очередь с пищеварением. А раз они возникают с пищеварением, далее идет слабость по всему организму, и начинаются проблемы со всеми остальными органами, что у него там слабше. Поэтому внимательно отнеситесь к этой части, это не просто для того, чтобы лишь бы что-то сказать, а это оказалось жизненно важным в науке о голодании. Идут вторые сутки восстановления. Я не переедаю, ем только здоровую пищу. Кстати, для каждого жизненного принципа, у кого преобладает в индивидуальной конституции ветер, желчь, или слизь, наиболее благоприятна пища определенного вкуса. то есть для лиц, у которых преобладает ветер в индивидуальной конституции, будет нравиться пища такого вкуса сладкого, несколько возможно кисленького, кисло-сладкого, жидкого и тяжелого, так можно сказать, где-то маслянистого, теплого естественно. Для лиц с желчной конституцией также будет сладкое, больше нравится пища. Для лиц со слизистой конституцией больше будет нравиться пища сухая, с такой свежущим вкусом. То есть когда вы будете выходить на выбор продуктов будут окаживать ваши вкусы. Вы должны понимать, почему это происходит, по какой причине разные люди, выходя из голода, предпочитают ту или иную пищу. все зависит от того, каких энергий на данный момент не хватает вашему организму. Подчеркну важность следующей рекомендации. Если вы голодали семеро суток, то примерно в течение этих семи суток тире десяти суток, очень умеренно питайтесь, не переедайтесь, следите за питанием, тогда у вас выход будет идеальный. Если вы этого не будете делать, то есть уже начиная с третьих, четвертых суток вы начнете объедаться, может последовать беда. Особенно это правило касается выхода с голоданий за десять и более суток. Организм сам подскажет, когда он начнет хотеть пищу, начнет ее высваивать и переваривать. Появится такой настоящий здоровый аппетит, а не желание просто покушать. Вот это будет сигналом к тому, чтобы вы начинали кушать чуть больше, но в любом случае не переедать. Помимо семисуточного голодания фильма, у меня имеется еще голод 14 суток и голод 40 суток. То есть три фильма о голоде. Семь, 14 и 40 суток, которые все вы можете приобрести. Плюс учебник по голоданию. Самый последний называется голодание в лечебных целях. Там описано все для того, чтобы любой человек мог с успехом для себя практиковать природный метод самовздоровления голоданию. львови. Три кто Продолжение следует...